В 2011 году, после рождения своей младшей дочери, я узнала, что у меня туберкулез, но в семье никто не болел, все сдали анализы, у всех было все хорошо, никто не болел, только я. Я лежала в больнице, но уже, как я узнала результат, я уже требовала себе таблетки, потому что я знала, что после недели, после того, что принимаешь таблетки, туберкулез уже не заразен. Потом лежала в лебединовке, 4 месяца пролежала я, и вылечилась. Это очень страшная болезнь, но я знаю, что она лечится 100%. Даже со стороны своего мужа ощутила не то что. Может быть, из-за того, что он полностью не знал, что такое туберкулез. Это вот раньше, как считалось, что туберкулез – это уже все. Как он узнал, что у меня туберкулез, у него был шок. После того, как меня положили в больницу, он даже не посмотрел в мою сторону, взял детей за руки и ушел. Это вот первый раз. Но он после, конечно, все это понял, осознал, но в первый раз вот так было. Да, к сожалению, вопрос стигмы еще остается сильно актуально выраженным. Мы при проведении исследований в 2020 году увидели, услышали от людей такие истории, когда, например, если в семье молодые невестки заболевали туберкулезом, бывали случаи, когда мужья их бросали, или невесток отправляли к своим родителям, пока не вылечится, чтобы она не возвращалась. И иногда даже рассказывали случаи, когда им запрещали встречаться со своими детьми, общаться. Субтитры создавал DimaTorzok